Девушки отдыхают Об этом мы не только сегодня узнаем у гитариста коллектива Вячеслава Климашина Привет, Вячеслав Привет, Кирилл Слав, ну первый вопрос очевидный достаточно Удалось ли заработать-то все-таки на этих концертах? Конечно, иначе бы мы, наверное, не ехали Не покидали нашу любимую родину настолько долго Ну, порядок цифр можно озвучить все-таки Если сравнивать, опять же, с барнаульскими концертами Наверняка в разы больше, да? Я бы не сказал, что прям в разы больше Но на самом деле соизмеримо То есть, если вот скинуть, навскидку так сказать Я думаю, что, ну, три тысячи за концерт, три с чем-то Долларов? Нет, конечно же, к сожалению, нет Понятно, а сколько всего было концертов? Кто бы их считал, у нас был один выходной неделю А дальше, дальше уроки арифметики Так хорошо тогда, сколько месяцев провели там? Четыре Четыре месяца? Достаточно много, достаточно большой срок Да, весьма Таких денег, то есть здесь, в Барнауле, не заработать? То есть, это была сама цель зарабатывания денег или нет? Только, в том числе, конечно же, это работа, прежде всего для нас, это доход Но также была цель саморазвития Посмотреть себя, собственно, и других в деле Вот, ну и интенсивно позаниматься, попрактиковаться, нарастить репертуар в том числе Почему именно Катар? Как туда удалось попасть? Мы нашли отличного агента из Великобритании И, в общем, подписали контракт Все очень просто, интернет рулит миром Но опять же, очевидный вопрос, ну неужели таких групп, кавер, групп нет в самом Катаре, что вас пригласили аж из самой России? Русских, кстати, мало, поэтому, наверное, все-таки изюминка Но, а так, просто нам повезло, фортуна улыбнулась нам То есть, ты хочешь сказать, что русских мало, то есть, там была на афише русская группа, и на вас залипали, да, на вас приходили? Это была хорошая идея, но мы не согласовали это с менеджером, потому что решили не вмешиваться в менеджмент заведения, в котором работали Вот, русская ночь, там, в общем, в Катаре бывает, но мы не проводили такого, поэтому не афишировалось Может быть, ведущий выходил и так, дамы и господа, сейчас выставили русскую группу, все такие, вау! Ведущего вообще не было ведущего То есть, выходили, играли? Да, мы работали в баре в перемешку с диджеем, работали наши сеты, 45-минутные, 4 сета за вечер Но, тем не менее, афиши были вообще по... Да, афиши были в самом баре и на сайте Что на них было написано? Life and Drive, это понятно, но... Просто Life and Drive, cover band, никакого From Russia, не Russian Band, Russian Sound, ничего Что больше всего запомнилось в этом государстве? Это слишком-слишком сложный вопрос На самом деле, безопасность, это одно из самых безопасных государств Никакой, вообще, никаких краш, никакой криминальной опасности, вообще практически ничего нет Вот, улицы пустые запомнились, очень мало пешеходов Потому что мы были там с октября по конец января И, соответственно, в октябре еще очень жарко, и на улице никого нет, только такси А вот ты сказал вообще про безопасность, то есть, а полицейских там много или нет на улице? Мы видели, но немного Мы работали в государственной гостинице «Шаратон Гран Дохо» Вот, и, собственно, он очень старая гостиница, очень старая такая Такое здание с 82-го, наверное, где-то, с 80-х годов Он про государственное, поддерживается такое прям И с фотки, где строилась эта гостиница, прям в пустыне еще нет Я следил за твоим и слежу за твоим инстаграмм И ты постоянно там выкладывал, как вы ужинаете, обедаете, завтракаете Вот это без перерыва, у тебя еда, 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 еда Там просто гастрономическое какое-то там пиршество Вот расскажи здесь поподробнее, вот это что, не впечатлило? Впечатлило только буквально первые недели три Как и отпуск, Кирилл, точно так же Потом хочется перловочки с маслом, да, русских пельменей домашних Ничего не меняется Русский человек, если, так сказать, штамп стоит на тебе, то ментальность никуда не деть А, ну, вам можно было заказывать вот этот отцуамый райдер, бытовой, например, сказать Я хочу пельмешек сегодня, принесите, пожалуйста, приготовление Нет, так, к сожалению, нет У нас было трехразовое питание, согласно условиям контракта Где мы могли в ресторане, собственно, иметь шведский стол и набор того, что есть Вас предупреждали о том, что не стоит делать в Катаре? В общих чертах, конкретных инструкций не было Ну, говорилось о том, что в клубе все-таки стоит одевать там длинные джинсы Не ходить в майках совсем, да, то есть или с голым торсом Ну, вот такие моменты, да То есть сейчас такой жесткой идеологии, как раньше в Катаре, нет Много иностранцев, страна очень открытая Пытается вбирать в себя просто огромными темпами культуру и разные культуры Поэтому там очень... Ну, может быть, сказали не общаться с местными жителями Не приставать к местным девушкам там так активно И вообще не разговаривать с ними ни в коем случае Кирилл, ты знаешь, там таких инструкций для нас не было Мы, конечно, сами читали, смотрели Но вот как-то все проще Просто нужно быть культурным Вот, и все будет хорошо Какие композиции больше всего заказывали? Классические, конечно же, это классические хиты Такие, как отель Калифорния Там, я не знаю, свеча в доме И так далее, так далее И танцевальные хиты, такие как Вакавака, к примеру, Шакиры И, в общем, Атширы Безусменный Бруно Марс Огромное количество разной музыки Мы учили очень много У нас был специфический кантри-найт Это каждый понедельник И мы учили около, наверное, 40 композиции чисто кантри Кантри Тебе не удивило, что кантри так популярно в Катаре? А, ну не только в Катаре, сколько в Европе и, само собой, в США Огромное количество же разных туристов, которые приходят в бары Самих катарцев очень мало в баре Им вообще запрещено, насколько я знаю, посещать бары Вот, одна из особенностей, да? Да, потому что они в номерах, если же они хотят употребить что-то Они, в общем, заказывают себе в номер и там устраивают пирс То есть ваши слушатели это европейцы и американцы? И азиаты И азиаты? Конечно, которых огромное количество Были ли такие случаи, когда вы играете на сцене, к вам подходит там уже такой Подвыпивший, скажем так, слушатель и говорит Мне, пожалуйста, вот эту композицию Да Какие вы в основном заказывали? К примеру, это может быть Гэмблер Известная композиция, опять-таки в Кантри Ключи Это может быть, там, богемская рапсодия, ныне актуальная Богемская рапсодия Ныне актуальная в виду фильма Огромное количество совершенно разных Их не угадаешь У нас было правило, если нам какую-то композицию приносили на салфетках больше, чем три раза, мы делали эту песню За первые два месяца мы делали, наверное, около 70 песен Богемскую рапсодию Мы не сделали Ее всего два раза заказали Всего два раза заказали Ну, наверное, вот этот выход фильма в ноябре сыграл свою роль, да? Как за ним, да Что вводил популярность в богемской рапсодии Я думаю, не только в Катаре В том числе Точно с таким же визитом ты и твоя группа были в Китае Теперь Катар Если сравнивать публику китайскую и катарскую, в чем разница? И там, и там туристы, или нет? Или все-таки китайцев больше ходят на концерты? Я думаю, что сама по себе культура разная Китайцы любят картинку Им нравится, чтобы было огромное количество музыкантов на сцене Шоу, шоу Совершенно верно Развижные сцены Там, огонь Куча света Десять человек на сцене Обязательно пять вокалисток Живая, духовая секция Клавишника два Вот В Катаре все чуть проще И, конечно же, ближе к России в этом ключе Вот Ну и больше акцент на качество звука В отличие от Китая Качество звука То есть здесь они прямо очень скрупулезные и тонко, да? К этому подходили? Сравнить с Россией Не сказать, что прям это идеально и скрупулезные и тонко Но, в общем, было много лучше, чем в Китае В Китае с ним печаль, беда А почему так происходит? То есть вот Те перенасытились уже вот Обычными группами Им нужно шоу, да, получается Как вот в Китае А здесь они еще, то есть не дошли до этого уровня, да? Я думаю, это особенность культуры Хотя, например, скажем Возьмем следу звукорежиссуры Квалифицированных кадров не хватает и там, и там То есть, а, например, относительно шоу Конечно же, огромное количество Разных дуэтов, трио В том числе и из США, Великобритании Которых мы встречали Они, ну, играют для своих, грубо говоря Для европейцев, для азиатов Ну, скажем, для иностранцев Не для катарцев в том числе Помимо гостиничный номер, сцена Куда удалось сейчас сходить попасть? Максимум музыкальные магазины Которые мы смогли найти и посетить Чуть-чуть погулять Ну, и нас иногда переселяли По условиям контракта в другие гостиницы Мы смогли посмотреть другие гостиницы Доха очень короткая, Доха очень маленькая Она в два раза меньше, чем Барнолла по площади, насколько я знаю Это я к чему, что через три года Уже через три года Катар будет принимать чемпионат мира по футболу Есть ли там ощущение праздника, приближающегося Те самые стройки, стадионы? Стадионы и стройки есть Общая, скажем так, общая активность на улицах Вокруг них я бы не сказал Но, однако, мы наблюдали за футбольными событиями Вокруг, насколько я знаю, Азиатской лиги, да, как это называется? В футболе, где Катар недавно, насколько я знаю, взял кубок Соответственно, мы как раз в этот день уезжали И улетали, и мы попали в огромную пробку Где все, собственно, жители Дохи За ним выезжали на своих автомобилях Сажали детей с флагами на крышу или из окон Собственно, размахивали флагами И вот, собственно, праздновали свою победу Ну, то есть в 2022 году там будет Я думаю, да, реклама С телегранов идет, да, они максимально Что, в общем, Катар Airways Что везде они стараются поддерживать Итак, Слав, был Китай, теперь Катар Куда дальше? Великой России будущего Куда же еще? Мы, конечно же, любим свою страну И не хотели бы надолго уезжать Это вынужденная мера Ну, к сожалению, вот возвращаясь к первому вопросу Да, закольцуем если То здесь уровень оплаты, труда, музыканта Гораздо ниже все-таки К сожалению, да Хотелось бы это изменить Но это проблема инфраструктуры Хотя есть подвижки Благодаря, наверное, этим подвижкам Мы стали путешествовать больше по Сибири Наверное, наш план Куда-нибудь двинуться больше на север Может быть, на запад или на восток Ну, вот, в общем, расширить свою возможную Свою географию, возможный свой план Пожелаем творческих успехов Спасибо Дальнейших вам роста карьерного Спасибо, спасибо, Вячеслав Я напоминаю, это была программа «Наше время» Говорили с гитаристом Вячеславом Группы Life and Drive Куда они съездили вместе с группой в Катар До новых встреч, пока Редактор субтитров А.Семкин